так ребятки всем привет вот он я вот вы моя брендированная машина вопрос к яндекс что вы за людей берете на работу вообще и чары вы работаете ли чем вы занимаетесь сущем то есть вот брендинг который обычно все водительные свои машины клеит платно а платят они обычно студиям там может быть от 2 до 4000 чтобы наклеить все это яндекс ничего никогда не компенсирует и водители такси должны как бы периодически проходить фотоконтроль этого брендинга и подтверждают его некие работники яндекс не знаю кто это студенты или там кто-то столоки просто кликает на определенные элементы но я понимаю что они эти элементы как бы не знают точно потому что пишут в ответ на прохождение бренда сущую бредятину первый раз когда я прошел брендинг вот недавно с этим брендом я уже езжу давно но недавно не ответили что мне опущены боковые зеркала как могут зеркала опущены боковые ну я как понял стекла прошел фотоконтроль еще раз и пришел ответ еще раз замечанием то есть я не прошел его замечание что у вас есть несогласованные наклейки на машине а именно но не не расскажут какую но я понимаю это вот эту это ссылка на канал батя в деле как раз таки вот эта часть бампера и вот эту вот часть багажника получается или чего в общем задняя часть условиях прописано что там можно клеить любую свою рекламу там номера телефонов или какие-то ссылки или какие-то там рекламу парков это не запрещено и собственно за несколько таких раз меня так это заморочило я думаю почему я должен тратить свои нервы трепать их из-за того что вот кто-то там сидит и развлекается что-то там ну как просто не особо проверяя прошел не прошел может быть там не знаем скучно они как бы какие-то свои приколы мочат брендинг брендинг как бы дает небольшой приоритет плюс 3 на распределение заказов но в чистых деньгах он ничего не дает то есть у меня есть ребята которые ездят совсем без бренда то есть белые и желтыми волосами и они даже в принципе могут заработать больше чем я это не влияет на деньги это влияет только на мнимый приоритет и самое что печальное моем понимании за такую рекламу яндекс должен яндекс водителям что-то доплачивать давать какие-то бонусы но он ничего это не делает и водители за свои деньги клеят вот эту вот билиберду на свою машину я от этого устал я третий раз фотоконтроль проходить не буду мне это надоело бороться там с какими-то студентами у которых не все в порядке там где-то может быть у них изобильно много энергии где-то бьет из одного места но я решил просто взять и отклеить нафиг этот бренд и всем доказать что можно без него через там пару недель может быть я сниму рабочую смену покажу что денег стало не меньше но я не люблю смены снимать но сниму специально для этого и в принципе сейчас я сорву нафиг этот бренд и покажу как она хорошо смотрит без него в принципе запомню напоследствии как она выглядела с ним и после покажу без этого так кстати дополню еще вот из минусов этого бренда кто бы вам не клеил где вам не клеили там как студии бы этого не делать все равно даже вот я сам машину мою я сбиваю периодически но не то что сбивание начинает отлетать вот это типичная история вот это вот фигня отлетает буквы отлетают это собственно уже является нарушением бренда тоже нужно доклеивать за свои деньги яндекс ничего не компенсирует но это типичная история а если вообще взять что я как-то мылся на мойке и там чересчур активно в общем старались ребята избили и зеркала избили и буквы вот эти зеркала снесли оклейку и они потом даже задолжали чуть-чуть да за эту оклейку в принципе платили ее но сама суть в том что это все отвлекает на раз-два тем более если там я мой сам моя машина я еще аккуратней все это делаю и один фиг это все отлетает здесь супер недолговечное супер неудобно и не прикольная не то что я типа там сейчас обиделся на яндекс поэтому я кашу не этот реальность это бренд но проблемный если так в целом сказать а Так, ну что, одна сторона и зад заднее стекло сделаны. Пленки немало оказалось. Может быть минут 30 у меня ушло на это, на вся. Заднее стекло есть. Пленки, вон уже целый пакет. Здесь тоже есть. Но, как по мне, конечно смотрится лучше. Клей остался немножко. И, кстати, по поводу выгра машины под пленкой. Конечно, у кого сразу с покупки полностью упаковывали в желтую пленку, немного даже завидно. То есть за этих ребят, за их машины, за то, что они как бы сразу полностью защистили их. Здесь сейчас покажу несколько наблюдений. Собственно, вот здесь всегда был бренд. Здесь его не было. Визуально разницы нету. То есть вот так вот. Не знаю, как на камере, но живую нет. Есть разница вот здесь по зеркалу. Зеркало всегда было в пленке. Вот эта часть, собственно, была без пленки. Это прям супер бело-яркое. Это как будто серое уже. Вот. В этом плане, конечно, есть разница. Все. Продолжаем дальше. Сейчас уже скоро все доделаем. Но, в принципе, работы не так много. Все. Продолжаем. Продолжаем. так ну чё все закончил час где-то делов полный пакет пленки лайфхак для держателя пакетом можно вот сюда ручку на стопор багажника повесить и здесь все готово тоже единственное что также нужно много клей средствами снять может быть еще минут 20 нужно будет потерять собственно я сказал свое мнение о происходящем я бренде больше кататься не буду но и в принципе скажу слова поддержки всем тем кто ее отклеит потому что я считаю что такая некачественная работа сотрудников яндекса ну и собственно такой дорогой бренд до не переносящий практически каких плюсов это абсурд и ездить не нужно выплатить яндексу за этот бренд они яндекс вам хотя это реклама яндекса опять же я думаю что вовсе работник немного припухли и стали как бы очень потребительски относиться к водителям и к их машинам предыдущий бренд вообще закрывал все заднее стекло вообще ничего не видно было в этом просто немного поменялись некоторые элементы но может быть следующим будет тоже таким же бритовым собственно я сделал свои выводы все вот машина более симпатичная без всего лишнего просто в голом трехцвете бело-серо-желтая так как она и должна быть без лишних брендов бестолковых все ладно если у кого-то есть какое-то другое мнение пишите хотите что-то добавить добавлять в комментариях обсудим всем спасибо за просмотр всем пока пока пока